вчера мы ловили в одной части водохранилища которая более-менее нам известно пытались ловить по рельефу по визуальным всевозможным точкам где предположительно могла бы чука но результаты не очень утешительные две щучки были выходы все это но не то что нам хотелось бы сегодня мы попробуем другой вариант пойдем другую часть водохранилища где нам подсказали местные рыболовы которые ловят каждый день тем самым этот будет ответ на вопрос как поймать щуку на неизвестном месте вот как пунктик использовать данные которые мы получили местных парней так что что из этого получится мы сегодня посмотрим ну все мы отправляемся на рыбалочку вы же оттуда я буду снимать и что-то вам рассказывать слева по борту кабышам плывет лосенок как хорошо что это не сумерки и не полминуты раньше устали в другой части водохранилища на первую точку что любопытно здесь на 08 градусов температура воды ниже старой речки достаточно глубокая 12 метров и здесь выход на полив дюны перепады глубин 4 3 и вот и мелководья с прижатым старым камешу камышом здесь и будем ловить где прижатый камыш где ищут и припрятаться а потом попробуем немножко если что сместиться попробовать по дюмам ее поискать сейчас начнем с камыша так как вам советуют местные парни начнем рыбалку короче ну слишком большой мах и снизу то есть как бы через слабину задержка когда ты короче ведешь так у тебя спинником практически по направлению лески и подсечка сразу видишь оказывается вот этот не это удобнее гораздо удобнее ловить длинными палками и джеркова все же техникой об этом и речь у нас была просто нужно это понять применить и она саму к собой потом потечет пойдет так как камера на ранить надо записать ну вот Антон освоил уже новую технику спокойненько рулит держит рукой за фор как ему удобнее а плетенка толщину это дуэл у тебя многоцветная какой толщины восьмерка восьмерка ну поджатый давай вполне ну вылет хороший лизард пьеровский 8,6 до 200 грамм просто забрасывает легко и непринужденно ну вот что интересно на резину просто вот только увидел один раз выход щуки сейчас за второй день и вот это первый только выход что удивляет просто на спиннер бейт хватки были там выходы были как-то поинтереснее все было рыба вся ловится на джерке вот я все же пытаюсь разловить другие приманки как альтернатива антон тупо ловит джерками и сквозь сквозь их достаточно успешно успешно это третий сурок да 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 я рискну поставить бастер бастер да 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 разочаровала глубина сейчас было с два метра температура 10 9 я так понимаю это как раз вот уже находимся чуть по по свалу как бы до коса уже будет уходит здесь может быть интересно такой у меня красивый бастер-жак такой же битенький такой цвет сейчас не найти попробуем хвостатый против и хвостатых нет чтобы ловить чем ловится все хочется поймать на другое вот этот вредная забавная черта как ракета решил что тонущий вариант предпочтительнее чем шалов смотрите вот как я как провожу бастер несколько вращений и пауза несколько вращений продвижение спиннинга кончиком приманки и пауза ручка прижата к локтю и все просенько все у нас получится пробуйте универсальные палки много возможности используют разные приманки на одной рыбалке не надо много пащить все просто все играет там течение скорее всего от ветра потому что прикрыто островом а здесь течение как течение масса воды видно что уже так это идет горки вот эти но вот вот здесь видишь немножко ряд посильнее чем там получше там все же это поспокойнее ближе к мышам за поворотиком получается давай покидаемся может еще не особо время то ее неизвестно как это место работает я прошу прошлый сезон весь кидал обушкой c4 джерки кидал и вот я понял что у них вот девиз абу гарсия учись кидать как-то так это выглядит ну обосрал любителей бутчик если руки прямые то можно отлично и ловить мне очень нравится но блин я не знаю столько и лески просто перепортил это вообще слушай ну как бы это я прошел тоже такой путь и через и 4 достаточно такой долгий потому что реально не было тогда мыльницы выбора не было а сейчас пожалуйста умилиться какие хочешь достаточно большой выбор в общем-то низкопрофильные мульты появились так что любители бочек есть достаточно много и причем ловят еще классическими с кнопкой знаешь я честно говоря вообще никогда не ловил а бушке стать очень дорогие модели есть с боковой кнопки тоже дайва миллионер там с такой же кнопка это вообще история это вот там сколько есть дайва и столько есть дайва миллионер я честно говоря так это они живут даже каком восемнадцатом или семнадцатом году обновили в америке так такой черный такой думаешь на сайте стоит у продажа и недорогой так тут в районе восемь тысяч да там ручка такая соточка стоит их нормальная такая прям вообще вот 250 размер хочу так весьма нормально то есть так вот если экономные там тебе там надо так грубая ловля такая ничего подешевле все четыре а так в общем то то же самое я эти четыре отчем хороша на самом деле очень удобно но ты на многие ловят именно то пустовой техникой ловит ничего вот они и пользуются этими не хватает большой палец упора зато мыльницы вот поставил нормальную универсальную палочку и катаешь себе все что хочешь да давай будем пробивать другие . здесь что-то вообще даже ни пичка ни свечка сворачиваемся у Антона злупило как мне по детски на самом деле такая вот это бодрая очень такая живенькая вон плавает ладно я все же буду упираться в другие приманки даже если мне это обойдется полным травмом я все же хочу оценить это время да не бери конечно отпускаюсь хочу оценить насколько щука привередлива и что она больше оценивает в этот период после нереста опять лаганза у тебя их два это ты меня всех выбрал ну вот так вот вот очередная щучка и опять джерк опять хвостатый я уже все задолбался поставил прям за хвостик прям за краешек да прям вот уж вялая щука я решил тоже поставить гуппи попробовать на ультралайк так сказать половить что-то впереди прямой вообще второй день никак не удается раздавить вот хочется хоть по плёпу защитить такую реальность и вот у меня под лодочкой прям на губика джуниора тонущего тоже взяла щучка вот в общем не крупные приманки оказывается вот первая щучка с пиявками стоит она крупные приманки и объемные она и не берет поэтому и быстрые приманки поэтому джерки нас и рулят вау брыкается ну вот такая вот щучка сейчас спасибо пусть в этом году она позовет нам мамок побольше да потолще спасибо пожалуйста вот такой вот гуппи джуниор такой золотистый коричневый перч принес чечку проводка была такая не скажу что долгие паузы средне быстрая наверное вот взяла она буквально прям с подлодки антон хорошо пробовать развесили гидробалку посмотрим что из этого получится я я их буду теперь ловить на этого гуппша хвостатенький вроде как все рулит хвостатый джерк вот покровочка опять на гуппе джуниора опять небольшая щучка хвостатый джуниор сейчас у меня батарейка закончится хвостат хвостатый рыбе просто это невероятно ну целую зиму сейчас этот коронавирус запрет выездов выходов парки закрыты у нас платники закрыты все закрыто никуда не поедешь везде берут за жопу вот и мы тут просто ловим щучек это большая радость вот так открыть сезон пусть они маленькие да но это щучки подобрали рецепт все же джерк хвостатый рулит вот реально да вот даже воблеры Антон что-то бросает как это брахма пудра у тебя или как она пудра да вот это вот такая модный воблер я не очень разбираюсь это мегабайт мегабайт что это я не помню короче очень модный крутой воблер который там пойман на рыб и вот что-то он помалкивает а вот гупик уже приносит третью рыбу вот и так выходит приближается к лаганзо снэпи хвостатому по количеству штучек так что будем ловить солнце вышло не огровку только выкинул ветерок вроде чуть затихает каплюхой там прям под деревьями в этих камышах попробую оттуда выжучить вот бросаю нас прям камыши туда жердеть и аккуратненько конечно был бы он плавающий было бы лучше я зацепился не пытаюсь все продрать и выманить шуку с этих кущей она сейчас увидит что пустяки шевелятся и возможно вылезет наверное на крючках там куча гадости надо будет все быстренько освободить точно ну пробую опять всякие возможности поймать щуку на пига осаченную овсетником ВВК с такой крючкой которая прикрыта этим овсетником бросаем ищем ее плеч сачучка прямо под берегом прямо в этих трещобах вот ее выудить прям невозможно оттуда либо ждать пока она сама оттуда вылезет на открытые участки где мы уже там долуем джерками и вот пробуем что-то попробовать ее там взять но что-то нифига не получается погода уже десять раз поменялась три раза был дождь сегодня солнце три раза загорали они с удовлением скачет но пока результаты только на джерп пик хорошо скользит по старому камышу вообще отлично три хороших раскладок вообще должно все работать просто на ура но несколько раз видели под самым берегом там внутри чечек она плечется туда не зайти никак никаким макаром так что радуга вон на противоположном берегу в деревне встряла одна чуть правит вторая погода задолбала забавно то что я еще на этой рыбалке открыл для себя хардбейт гейм и шат я раньше не замечал его возможности как-то вводил его жертвовой палкой и мне казалось что он тупит а вот длинной палкой вводит его антон проигрывает его так и игра его просто фантастика вот мало того что он в разные стороны бросается мощно раскачиваясь вот он на паузе продолжает движение в сторону замедляясь на остановке начинает сыпаться это для щуки просто великолепное так скажем качество которые раздражают и провоцируют на атаку вот он идет прям аж невероятно он просто проигрывает супер приманка лобоке надо в будущем положить ящичек такую приманку геймшат хардбейт супер 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 просто супер антон спасибо раскрыл мне приманку я давно не добирался не 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 а чуть крупнее я уже вытаскиваю просто ускорил лоджер вот 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 волшебный звонок я опять на этот стрелок я ваганзик это прям хорошо выстреливает сход крупной рыбы вот подлече что-то начали поклевывать достаточно далеко отошли по косе ну это было реально нормальная рыба надо кидать он что-то тащит там убийца лаганза с белым хвостом да мы тут на косе вернулись походу на скорость стала равномерной погодка полископнилась хорошие щучья под вечерочку решили покидаться здесь на косе ж что мелкая поклевывает только мелкая Это хорошо? Да... Хе-хе-хе-хе... Гупи... Джуниор... Ух ты, хука, узнать чего надо... Моща... Резинка вот эта сейчас действует... А ты же видишь, две приманки работают... Гупи и вакансы... У нее обоих и резинка... Да... И выцвевшая... Практически одна такая... Золотоватая... Просто даже интересно... Можно ли на что-то другое поймать? Это же такой вопрос литерический... Это в저 меня... Построю здесь... Измена... Ей... Делуй меня... Пострелу... На разном в booked... Прострою здесь... Пострелу... 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 Попробуем по ниже еще сплавиться. Обратно хочешь? Нет, нет, дальше. А еще дальше? Есть смысл? Не знаю. Тоже знаешь, пока не попробую. Я тебе вообще говорил вроде как камыши бросать. Может вернуться к камышам и там еще покидаться. Да я думаю, мы еще успеем. Сейчас еще семей должны. Я думаю, сейчас пройдем туда, сейчас как это кончится, трава по дну. Пойдем обратно вверх. Чувак писал. Что вы хвостатые? Да, хвостатые джерки. Безупречны сегодня. Ничего не поделаешь с этим. Просто уже аж прям интересно, почему другие приманки. Как-то не работают. Какие дела. Открытие сезона состоялся. Щучку мы хоть и мелкую поймали. Немножко рано, высокий уровень воды на водохранилище. Его должны немножко конечно подсбросить. Рыбу выдавит оттуда и тогда где она пойдет. А пока конечно ловится шальная только рыба, которая там вылезла. Непонятно зачем. Так что уикенд провели в Саратове очень неплохо. Подышали воздухом, половили рыбку, пообщались, половили по своим соображениям, по рельефу. Были выходы, поимки. И вот сегодня половили по наводке местных. Здесь немножко результат получше. Но мы уже сегодня учитывали ошибки вчерашнего дня. Так что все хорошо. Будем ждать следующую рыбалку с нетерпением. Всем пока. До новых встреч.